МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Три раза на день он будет доставлять пассажиров в райцентр. Жиломин от Гомеля находится на отлеглости 100 километров. Их эти накерунок достаточно запотрабованы. Особливо, что тышится теплого периода года. Дашники активно коррестаются чехуношным транспортом. Тем более, что с початку мая до конца вересня пенсионеры в оголе имеют право проезду за полцаны. Что до уведения в эксплуатацию швейцарских электротехников «Штадлер», которые будут курсировать по маршруте Гомель-Минск, то их заявление чекается улетку. И в протяг темы инновации уникальный для краины проект реализуется в Брагинском районе. Тут будуют солнечные электростанции, могутность яких дозволить забеспечивать электроэнергию как минимум четыре района. А купляльность проекта пять годов. Промые инвестиции складают 22 миллионы евро. Под обязанности у Яугена Пабалавца. Уникальный для Беларуси инновационный проект реализуется на пляц Олсы, что за три километра от Брагина. Под его выдатковали 56 гектаров земли на место старого саду. Ранее тут был непролазных мызняк. Зараз явится самый буйный в Украине солнечный парк. Брагинский район для будования солнечных электростанций выбранный не выпадково. Тут на великое протяглость светлового дня и колькость солнечных дн у годы. В Украине вызначили, что протяглость светлового дня в Брагинском районе на 20 хвилин довжей, чему Гомеле, и на 9 хвилин, чему суседних Хойниках. А это у сего 25 километров от Сюль. Инвесторы подлечили, что проект окупится проспять годов при термине эксплуатации у 15. Первый объект запросует уже летом. Зараз ведутся работы параллельно одразу на трех пляцовках. Проект состоит в трех площадках. Основная площадка – это поле панелей. Потом линия электропередач, ЛЭП, 110-ка, порядка 5 километров. И непосредственно трансформаторная подстанция, где будет происходить сбор электроэнергии с панелей. А кроме этой пляцовки, в ближайший час пашнутся работы еще на одной у Брагинском районе на месте былого аэродрома. Для потерпелых от товара на ЧАЭС района такие инвестиции – важная дотация у бюджет. Экономичный эффект ляше и у тем, что будут створены новые аппарационные мессы и будет вырабляться больше данная электроэнергия. Плюс, естественно, вся республика получит то, что, скорее всего, меньше будет закупать за границей электроэнергии. Выработка электроэнергии в проделах 22 мегаватт – это где-то 4 района будет обеспечивать полностью электроэнергии. Есть интерес до нового проекта и у инвесторов с Польши и Германии. Зараз вызначают будущие пляцовки подбудовництва. В ближайший час такие же объекты могут заявиться и в соседних с Брагинским районах Гомельской области. Евген Паблавец, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня в Беларуси почалась регистрация на централизованное тестирование. Она протягнется до 1 червеня. Як и ранее, абитуренты мают махчимость зарегистроваться у одним городе, а проходят испыты у иншем. Пункты регистрации будут спрацовать кожный будний день с 9 до 19 годин, а так само в выходные дни 14, 22 и 28 мая с 9 до 18 годин. При себе необходимо иметь пашпорт альбо и иншем документе, который подтверждает особу. Если абитурент по важной причине не махчимости самостоятельно провести пункт регистрации, за его это могут заработать родные при наявности натреально заверной доверенности и ксерокопии пашпорта. Абитурент может обрать 3 предметы, по яких будет сдавать централизованное тестирование. Испыты пройдут с 13 по 27 червеня. Разервовый день 5 липеня. Первично абитурент приходит в пункт регистрации с документом, так мы его записываем, регистрируем на тестирование. Ему выдается анкета, он осматривает, что все на те предметы, на которые он запланировал, он записан. Далее он должен оплатить регистрационный взнос. Для этого он направляется в банк, где по своему личному коду оплачивает участие в централизованном тестировании, возвращается в пункт тестирования, где уже ему выдается пропуска. После того, как пропуска выданы абитурентам, он считается уже зарегистрированным. Даредшую всю подробную информацию можно отримать на сайте Министерства адекватации Республики Беларусь. Узнагороды все еще знаходят героев. Больше, как про 70 годов, после закончения Великой Айчиной удельнику войны Михаилу Рычкову уручены медаль за двагу. Перед початком узнагороджения для молодых удельников церемонии невеликая экскурсия по областным музеям военной славы. Все лето означается в 75 годе в початку Великой Айчиной. Але и простаки час. Интерес, да и ей, не сменьшается. Сегодня практически у каждой семьи заховываются речи, як напомин абродных, які змагалися на фронтах. Сколько это стоило, мы все знаем. Сколько это обошлось нам, наверное, в бывшем Советском Союзе. Не осталось ни одной семьи, где бы кто-то не пострадал. Могу даже про себя сказать, что в моей семье, включая мою жену, с войны не вернулось просто вдуматься. Вот одна семья, 27 человек не вернулось. И сколько таких семей у нас было. Михаил Рыжков человек на Гомельщине вядомы. Об яго боевым шляху нагадываюць два ордены червоной зорки. Орден Великой Айчиной и медалей. Але, як высветлилася одну з заслуженных узнагород, ветеран у свой час не отрымал. Михаил Рыжков каже вельми задаволены, что цепер на его кителе з'явится медаль за адвагу, яким у 46-м яго узнагородзе президиум Верховного Совета СССР. Тембольш, что гэты факт яше одно подсверження. А будзельниках войны сучасное покаленье памятая. Для ветерану гэта вельми важна. И меня, как участника войны, всегда за сердце щемит, что мы, участники Великой Отечественной войны, сейчас находимся так же, как в бою. Уходят люди из жизни. И он уйдет, свидетель битвы грозной, с букетом роз, фиалок полевых. Запоминайте их, пока не поздно, пока они живут, среди живых. На переддне Дня Перамоги орденскую книжку своего батьки отрымал и сын Исаия Новикова, який загинул у женивни 41-го. У листопадзе того ж года загадом командующего Заходним фронтом и он был узнагороджен боевым орденом Червоного стяга. Олег Сюнцеров, Ольга Коновалова, Михаил Рабкоу, телерадокампания «Гомель». Гомель АблАутотранс проводит доброчинную акцию для ветеранов и удельников Великой Отечественной войны. 8 и 9 мая поездки по усих маршрутах руху, транспорту для их будут бесплатными. Акция для предприемства з'является традиционной. Ее головная мета оказания допомоги оборонцам Радзимы. Ветераны и удельники Великой Отечественной войны смогут беспирошкодно наведать святочные мероприемства не только по месту жихарства, але и за межами своего населенного пункта. А самое важное – сустрецы со своими сябрами и однополчанами. До того ж, 9 мая у пассажирских аутобусах, на аутостанциях и вокзалах будут гучать песни военных годов. А на самых буйных из их можно буде поспробовать солдатскую кашу. Теплая ледожливая надворья чакается у регионе на гэтым тыдне. По прогнозу областного гидрометацентра в ближайшие сутки буде переважно без опадков. У особных районах слабый туман. Уначе температура поветра складе от 4 до 9 градусов тепла. У день от 16 до 21. Подобный характер на дворе захавается и у Сираду. А вось, починаючи с 5 мая, у регион придуть дожжи и на войнице. Нашные температуры будут трыматься на узровне плюс 5-10 градусов. У день будет до 21, месяцами до 23 тепла. И об спорте фаворит подтвердил свой статус. У Гомеля прошел республиканский чемпионат Державного комитета судовых экспертиз. У финальном матче сострелись команды Центрального аппарата и Могилевского областного управления. Азначаем, что футболисты Центрального аппарата двойче выигравали чемпионат. Отрамался гэтта у них и в третий раз. Финальная сирена зафиксовала перемогу над командой из Могилевской области с ликом 2-0. У матча коллег из Минского региона с ликом 5-3. Господары футболисты Гомельского областного управления финишовали на шостом месте. По итогам таких вот чемпионатов спортивных мероприятий формируется сборная команда Государственного комитета судебных экспертиз для участия в межведомственных республиканских соревнованиях, а также чемпионатах Белорусского физкультурно-спортивного общества Динамо. Гэта иншая новина вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomil.by На этом выпуск завершенный у студии працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова